всем привет мы с вами снова магазин kia нижний новгород нас попросили подписчики снять обзор по двухъярусным кроватям вообще просили кровать штура чердак но мы его в интерьерах не нашли поэтому так как обзор уже запланирован да мы решили показать вам те двухъярусные кровати которые есть нижнем новгороде на выставке сейчас но к сожалению они тоже опять не все представлены ну давайте по ходу да расскажем покажем так давайте начнем с самой бюджетной кровати в кей это кровать медал она отмечена ценником наши самые низкие цены спальное классическое место 90 на 2 она невысокая мой рост метр семьдесят я без каблука то есть видно да что кровать ниже меня высота метр пятьдесят семь чтобы не быть голословной покажу вам параметры кровать из массива сосны массив сосны мягкий материал поэтому если вы сразу его по когда купили по приезду до кроватки из магазина не покрасили со временем он темнеет и потом это сделать проблемно но по деньгам примерно еще тысячу добавляете на то чтобы кровать покрасить из плюсов данная кровать ну хотя в принципе все кровати двухъярусные тут уже речное дно комплектацию входит отдельно его докупать не надо но опять же минус если она сломается отдельно вы его не купите давайте сразу по материалу вот у нас стояла двухъярусная кровать у старшего ребенка кровать чердак мы пришли к выводу что потолок должен быть на не менее 2 2 80 для двухъярусной кровати потому что основном кровать ну потолки у нас 240 квартирах и душновато тесновато ну вот в более-менее еще метр шестьдесят вот грубо 10 метр пятьдесят еще нормально если ниже кровать выше потолок давит спать неудобно теперь давайте по этой кровати вот она все равно не идеально зашкуренный на мой взгляд провожу рукой местами есть шершавые моменты да понятно это дерево все классно экологически безопасная кровать но зацепки от рук на руках будут поэтому покрывать мое мнение обязательно еще смотрите материал мягкий то есть вот я провожу ногтем да я понимаю это выставочный вариант но это то есть вот при домашней эксплуатации вы не будете заморачиваться кто у вас там чем ширкнул кто какой игрушкой задел мягкий материал теперь давайте покажу как мне взрослому человеку сидеть в этом гнезде в полный рост сесть я не могу то есть мне роста здесь мне не хватает места поэтому либо я могу скукожиться либо вот как-то вот полубоком с одной стороны кровать недорогая кровать стоит всего 8000 за 8000 кровать из массива сосны я нигде еще пока не встречала а с другой стороны у нее все таки ну достаточно косячков которые нужно доделывать поэтому смотрите сами чтобы покупать кровать подороже с которой вы будете пользоваться доделать в принципе ничего не надо либо такую но опять же есть икеевская гарантия да если у вас что-то со временем разваливаться но в течение двух лет и гарантия кровать два года ну думаю что на сервисе помогут решить данную проблему потому что как показала кроме практика вот эти бюджетные кровати они все-таки выходят из строя со временем если вы ее купили собрали поставили вы ее больше не трогайте ребят нам будет служить долго и если вы еще прикрепите ее вот здесь к стене вот этой частью конечно отдельного крепежа нет но как говорит мой муж сказал ходить можно тогда кровать будет более-менее стоять потому что вот смотрите на большую камеру показываю кровать жиблая то есть кровать шатается есть например дети уже такого нас старшей дочке 11 лет и веса 60 килограмм то есть взрослая девушка да уже по параметрам то есть от таких двух детей вес все-таки ну я считаю что кровать долго не проживет поэтому эти кровати берут либо детям допустим тому ребенок растет 3-4 летний возраст нужно дополнительное спальное место место в квартире нет можно взять приехала бабушка какие-то гости то есть можно да переместить либо ребенка либо самим здесь хороший нормальный борт наверху то есть детеныш не вывалится ну при условии если вы соблюдете и матрас толщиной не более из меня не изменяет память 19 сантиметров больше доложить не стоит здесь мус хульт матрас тоже один из бюджетных матрасов икея он как раз 19 сантиметров то есть толще сюда не надо теперь давайте покажем что внизу конечно кровать мы вам перевернуть развернуть не сможем но хотя бы вот так то есть вот речное дно вот смотрите да видно что это брусочки поэтому если мы прыгаем бегаем активно по кровати кроватка приходит в негодность от слова совсем и кровати не будет она просто тупо развалится так но я вам показала по дереву в принципе показала да то есть вот ну статистически с эстетической точки зрения меня вот эти шурупики напрягают а может обычно если там ну детскую делают или как-то кровать стоит в общей спальне который с родителями делится хочется чего-то более воздушного что здесь вот эти вот островатые углы ну как-то вот опорные что ли чуть-чуть но опять же ребят ценник да то есть более-менее адекватно за 8000 массив но ее нужно будет подделывать так пойдемте дальше кровать сверта она представлена в разных модификациях вот это серебристая есть еще чердак чердак кстати представлен мы его покажем есть еще белая такая вот кровать стоит 13000 и к ней еще дополнительно есть выдвижная кровать то есть одной кровать на одну кровать можно положить трех человек но третий человек у вас будет спать но я бы сказал на матрасе потому что толщина здесь сейчас я выдаю на все до конца то есть вот такую комбинацию можно сделать то есть три человека может спокойно разместить но то вот то же самое что надо на надувном матрасе спать здесь постелен хороший пенополиуретановый матрас жесткий малфорс хорошо пружинит держит кстати матрас стал дефицитным вот так имейте ввиду его теперь будут под заказ икея привозить то есть просто его не купишь значит что у нас внутри внутри у нас обычные ламели речное дно в кармашках это кстати уже входит в комплектацию отдельно докупать не надо вот такие вот колесики кровать вся металлическая были проблемы у клиентов то есть со временем процессе эксплуатации вообще изначально были неправильно вот у той кровати в которой были дефекты изначально были неправильно просверленные отверстия под болты и когда стали скручивать то есть кровать немножко как бы ну косить стала на процессе эксплуатации кровать шатается для детей для двоих покупали дети где-то прыгают как-то вот ну по-разному да не заставишь смирно сидеть ребенка не на одной кровати все стало расшатывать стали подтягивать болты болты вообще просто сорвали но к сожалению по гарантии отказали но это было очень давно думаю сейчас даже это никто не вспомнит так значит задвигаю нижнюю часть ну вот сразу мне например неудобно то есть одной рукой это не сделать я бы не сказал что дети легко справиться честно проще раскладушку купить хранить ее под кроватью при необходимости доставать и киевская раскладушка за 2 500 шикарный вариант так теперь давайте сяду покажу что у нас здесь так вот та же ситуация то есть мне роста для комфортного размещения внизу места мне не хватает а с учетом того что подростки сейчас растут быстро если покупать например там нельзя 10 12 летним детям то не особо так то как бы удобно ну тем не менее дискомфорт есть букву изю сидеть придется так теперь давайте смотреть что у нас себя вообще металл представляет если вас не смущает вот такие места сварки но ребят по-другому сварку не сделать идеально наверное да ну не будет то есть вот это вот на кроватях есть это не дефект так она есть в реальности здесь у нас нереечное дно здесь вот такая сетка поэтому матрас все-таки наверх с учетом того что здесь высокий борт можно положить либо хороший большой толстый пеноплюритановый либо нормально пружинный матрас можно положить значит лесенка у нас крепится с одной стороны по-другому ее не закрепить здесь на целях безопасности закрыта вообще вот сюда еще дополнительно есть такие вот наклейки как стопорки да ну не знаю честно я как-то не сильно сейчас не фанат двухъярусных кроватей заправлять вот эта кровать уже повыше сейчас скажу высоту этой кровати 159 вот смотрите на метр семьдесят видно камеру полноценно заправить спасти я не смогу не поменять постель не заправить то есть для того чтобы это с дету манипуляции сделать нужно вставать на табуретку вот честно меня вот это напрягало когда у нас у ребенка была кровать чердак нужно было залазить куда-то высоту и заправлять кровать это было неудобно в принципе всех кроватей которые сейчас у икеи представлена металлической более надежная да то есть вот ну по все за все время проблемы брака было у них меньше у нас тут перед чемпионатом мира закупался хостел мы привозили несколько кроватей деревянных за время чемпионата три недели болельщики ухайдакали эти кровати то есть для взрослых людей все-таки это кровать я считаю что не предназначена и потом они заменили их потихоньку вот на эти кровать сверта помимо серый есть еще белая я вам показывала ценник почему-то она здесь не представлена в наличии в магазине всегда помалу по одной-две штучки почему-то по как показала вот вообще не только наша практика мы списывали ну как общаемся другими службами доставки почему-то больше дефектов именно у белой сверты я не знаю с чем это связано но скрипит разваливается она гораздо быстрее чем серая возможно разные производители по этому поводу информации у нас нет значит вот такая вот сверта можно сказать трехъярусная кровать дальше кровать туфинг я не знаю почему не представили туфинг двухэтажную двухъярусную а представили только чердак потому что двухъярусный туфинг он очень низкий всего метр тридцать семь и в плане заправить увидеть ребенка как он спит это вот прямо-то оптимально но здесь вот только такая представлена нареканий по ней я как бы не могу сказать что вот там плохо хорошо да и и заказывают у нее адекватный ценник сетку не все хвалят у некоторых со временем сетка приходит в негодность но у нас мама с руками и поэтому то есть вот эту часть ее можно заменить главное все-таки каркас а вот кстати здесь нет такой грубой сварки как на предыдущий свертва смотрите ведь при желании можно сделать и ровно да вот здесь все аккуратненько вот мне почему-то туфтинг больше всех нравится вот стопорки кстати вот они приклеиваются со временем то есть это отклеивается поэтому нужно будет искать что-то чем еще закрыть пролёт у самой большой лесенки последней ступеньки самый большой пролет поэтому аккуратно когда ребенок небольшой чтобы вот залазили так ну наверх залезть не смогу здесь только табуретка стул потому что кровать высокая реально высокая и заправлять то есть там ну посмотреть даже элементарно как спит ребенок у вас не получится без какого-либо дополнительного приспособления на лестницу залазить так значит что у нас по высоте 179 сантиметров то есть метр восемьдесят кровать вот здесь минимум нужен потолок я считаю 280 кстати вот друзья мои покажи пожалуйста большую камеру вот отметка до черта это потолок 250 нижняя черта это потолок 240 вот смотрите если брать вот такую кровать стандартную квартиру российскую с потолком 240 вы когда сидеть будьте узголос на потолке под потолком будет это неудобно да здесь конечно вниз можно поставить дополнительную кровать можно сделать рабочее место игровую зону то есть место достаточно да вы компонуете сразу два места и место для сна и место для игр вы смотрите еще момент крова как кровать крепится к стене я считаю что все таки ну да это все таки нет мне кажется в комплектацию входят этой кровати вот этот момент узнаю в комментариях потом напишем почему-то я уверена что это входит в комплектацию кровати кровать нужно это в целях безопасности в магазине сделано чтобы не снесли но скорее всего да кстати такими же лентами поэтому наверное все таки это закреплено в целях безопасности покупателей чтобы никто ничего не не уволок кроватка туфтинг вот мне из всех двухэтажных кроватей кровати чердаков она нравится больше всего она аккуратнее всего сделано от сетки нет такого постоянного соприкосновения с металлом вы соприкасаетесь с сеткой не с металлом ну и нюансы тоже есть есть лесенка в середине если например рассматривать ну посмотреть на сайте дали мы наверное вставим картинку двухэтажной кровати лестница в середине поэтому когда например ребенок спит на сверти либо на миндаль но неважно какой то есть вот голова встал ножки опустил пошел здесь получается что голова с одной стороны ноги с другой если допустим ребенок уже большой и ребенку как-то нужно выползти то есть ребенку нужно заползти в кровать получается то есть вот грубо да допустим условно вот так села и как-то надо ползком проползти на спальное место и также вылезти нужно ползком по-другому не получит потому что лестница в середине и убрать ее не получается она в одном месте по-другому она не крепится так пойдемте дальше смотреть ну кровать конечно сложно вот эту кюру отнести к двухъярусным кроватям она считается двухсторонней кроватью стоит она ребят 13000 честно я считаю ценник завышенный но кроватка классная классная сама задумка во первых к ней постоянно икея придумывает вот такие вот пологи то есть если мы делаем спальное место внизу ну наверху внизу у нас полноценная игровая зона ребятишки маленькие любят такие вот уголки домики то здесь все в одном месте кто-то устраивает место для хранения вещей сюда можно комода поставить то есть тоже сэкономится место если объяснить вот ребенок не боится вот такими вот пологами то получается вот красивый уютный угол но опять же это склейка это массив он мягкий на нем остаются все царапины то есть вот малейшая такая вот небрежная эксплуатация приведет в негодность но по кровати кюра все-таки таких отзывов плохих нет живут они хорошо и долго металлическая планка у речного дна это усиливает сам каркас кровати и не дает развалиться так а двухсторонний все вспомнил думаю как же на двухсторонний делать то есть опускается вниз получается кроватка сама внизу и над ребенком можно сделать вверх как сейчас модно домики делать то есть внизу кроватка сверху домик но она не у нее нет полноценного спального места то есть это только для до подростка на метр шестьдесят если не ошибаюсь а нет она почему-то она двух я всегда считал ее более маленькой да друзья мои на все-таки двухметровая беру свои слова обратно то есть принципе до большого возраста можно спокойно спать на этой кровати но производитель рекомендует с шести лет не доберусь до этикетки спать наверху младше шести лет детки должны спать внизу в целях безопасности так и покажем еще последнюю кровать сверта чердак в серебре есть еще белая ценник пониже чем двухъярусные она стоит 11 тысяч к ней дополнительно продается если нужно присмотреть можно сделать до полноценное спальное место но вот мне почему-то видится что это либо студент да либо вот допустим в комнате общежития шикарно было бы здесь и кровать твоя и твой же огромный стол где можно все делать и при необходимости сюда можно маленький стол и маленький даже диванчик поставить то есть такая вот мини комната получается периодически заказывать нареканий вот именно по этой модификации нареканий не было ни разу вот помните мы туфтинг смотрели да вот у сверта ребят ну почему такая сварка да ну почему в одной кровати один производитель может сделать ровно и гладко другой нет как-то вот немножко печалит высота у данной кровати метр восемьдесят шесть она самая высокая покажи пожалуйста еще раз вот по верху то есть вот эта верхняя полоса это 250 на 10 сантиметров ниже будет 240 поэтому ну минимум 280 нужно чтобы комфортно циркулировал воздух чтобы можно было спать здесь тоже вот такая же металлическая искал танцерная сетка поэтому матрас подбираем адекватный на матрасе не экономим потому что спим все-таки не на каркасе кровати а спим и на самом матрасе возможно сегодняшний обзор получился немножко такой вот сумбурный мы особо не готовились двухъярусным кроватям мы готовились к чердаку который нас просили снять но пришлось вам сегодня показать именно эти кровати но я думаю что какой-нибудь языке мы все-таки найдем кровать стула двухэтажный покажем расскажем детально посмотрим надеюсь что данный обзор был вам полезен пишите комментарии чтобы вы хотели увидеть следующий раз на нашем канале о чем вам рассказать если у вас уже есть эти кровати вы эксплуатируете пожалуйста поделитесь нашими подписчиками мы делимся эту информацию нашими клиентами в саранске и не только эта информация ребят реально полезна потому что эксплуатация она у каждого индивидуально у кого-то вообще без проблем все стоит идеально скажешь что-то придираешься кровати да кто-то скажет фу говно нас допустим один клиент когда мы ему звонили спрашивали как вам кровать медал он сказал что не звоните мне больше и близко ко мне не подходите с икеи тем вообще ассортименту то человек первый что купил это была эта кровать она он недоволен ей полностью скрипит разваливается по гарантии человек не хочет заморачиваться люди все разные поэтому то есть у человека от одной вещи вот такой вот неприятное ощущение поэтому здесь 50 на 50 мнение разделить кто-то в восторге у нас на праве кровати все икеевские стоят нареканий нет но двухэтажную я так все-таки я не сторонник сейчас двухэтажной кровати одну мы попробовали бесплатно больше не надо если честно как то так всем спасибо за просмотр ждем комментарии пока